Приветствую зрителей! Сегодня покопаемся в библиотеке, написанной на хаксе. Если хакс оттранслирован в C++, а из него в машинные коды, это может показаться безнадежным. Тем более, на первый взгляд, этот код пестрит вызовами виртуальных методов, которые, не запуская тлачек, трудно соотнести с адресами тел методов. Но все не так уж плохо. Даже при отключенной поддержке сценариев в файле можно обнабжить строки с названиями методов и полей. Я покажу, как можно размотать этот клубок, сопоставить имена методов с их адресами и смещениями в таблице виртуальных методов. Допустим, меня интересует метод batchchecksum, и я нахожу в EDA строку с этим именем. Вижу обратные ссылки, прыгаю по одной из них в какой-то метод, потом из этого метода выпрыгиваю в EMT, потому что этот метод, возможно, не то, что мне нужен. Таких методов, куда можно попасть, два. Это field и setfield с двенными подчеркиваниями. Нужно изинтересировать оба. В EMT сначала идет field, потом через два метода setfield. Setfield меньше вариантов. Тут их 13, а field будет наверняка побольше. Переключатель на 13 вариантов. А вот и оно. Здесь переключатель на 28 вариантов. Значит, это field, и это то, что нужно. А setfield – это то, что не нужно, потому что методам нельзя сделать присваивание как полям. Зато их можно прочитать как поля. Методы при этом заворачиваются в значения с универсальным типом Dynamic. В данный момент я даю имена структуре с информацией о классе, в том числе его именем, и таблице виртуальных методов. Вообще говоря, в реальных объектах указатель VMT на 8 больше, чем здесь. И в коде конструкторов видно, как они берут значение VMT и увеличивают его на 8 перед записью в объекте. КОНЕЦ Когда найдены оба метода, я захожу в тот, который field. В нем я ищу сравнение строк и раздаю имена динамическим оберткам. Бывает, что это именно динамические обертки, то есть они заворачивают метод в значение типа Dynamic. Бывает, что это обертка для обычного поля, то есть это самое обычное поле, например число или строка, заворачивается в Dynamic. Эти случаи выглядят по-разному, но с опытом их несложно научиться быстро различать. А это то, как по сути выглядят field и setField. В данном конкретном классе все сущности были статическими, поэтому методы field и setField не создавались транслятором ХАКС. Стоит обратить внимание, что при трансляции методы идут парами. Сначала собственно тело метода, потом динамическая обертка. А это тот самый макрос, которым была произведена динамическая обертка. Вот те вещи, которые мы ищем на первом этапе. Сначала находим динамические обертки, потом тело собственно метода. Продолжение следует... Error, похоже, является обычным полем. То есть это какое-то настоящее значение, расположенное в объекте по смещению А0. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Динамические обертки обнаружены. Теперь нам нужно найти собственные тела методов. Обычно они перемежаются с динамическими обертками. У вас должна получиться картина, когда идет безымянная под программу, потом именованная, потом безымянная, потом именованная и так далее. А вот и оно. Они перемежаются. Как можно видеть, это не всегда именно так, но лучше оставить неочевидный случай на потом. Начнем с тех случаев, когда на динамической обертке видно ровно одну безымянную под программу. В этом случае почти наверняка это и есть тело соответствующего метода. Вот как это примерно выглядит в тексте на C++. Сначала собственное тело, потом обертка. Так что, если видно динамическую обертку для GetError, а над ней ровно одну безымянную под программу, практически наверняка это и есть тело GetError. Кроме того, в ХАК все методы объектов транслируются виртуально, то есть на них идет ссылка из VMT. И кроме как через VMT эти методы никак не вызываются. Так что вы у них должны видеть ровно одну обратную ссылку, и это ссылка из VMT. Исключение это классы, которые базовые для других. Там понятно и VMT ссылающихся может быть несколько, и вызовы по прямому адресу из наследников могут идти. Если вы видите какую-то другую картину, это значит, что что-то не так. ХАК сможет создавать дополнительные под программы для реализации замыкания или других подобных трюков. Это важно, когда между динамическими обертками есть сразу две безымянных под программы. Скорее всего, первое это собственно метод, а второе это что-то вспомогательное. ДИСКОЕ ВЛОДОСЫ ДИСКОЕ ВЛОДОСЫ ДИСКОЕ ВЛОДОСЫ ДИСКОЕ ВЛОДОСЫ ДИСКОЕ ВЛОДОСЫ Если между именованными под программами Три безымянных может быть так, что какую-то динамическую обертку забыли проименовать И этого аккурат среднее среди них Эти случаи тоже лучше отложить на потом До момента, когда будет проименована большая часть методов Так что если смотреть в EMT, там белые пятна будут хорошо видны Бывает там пробел из одного элемента Значит забыли обертку Бывает, что нет пробела Значит сразу две служебных подпрограммы Бывают случаи потяжелее Так или иначе, на втором этапе надо закончить с очевидными случаями ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бывают еще случаи, когда ИДА по какой-то причине не распознала тело методов Как подпрограмму То есть если листать, видно продолжительный кусок кода красного цвета Не распознанный как подпрограмму А зато под ним определилась служебная подпрограмма И получается вроде бы красивая картина Когда между именованными обертками Ровно одна безымянная подпрограмма И кажется, что это то, что нужно Но это не так Надо проверять На все настоящие методы идет ссылка из VMT В этой библиотеке такого не попадалось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Да, это ошибка и я исправляю ее. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...